Больше 200 контрактов на поставку импортозамещающей продукции за минувший год заключили предприятия Ямала с заводами Юго-Тюменской области. Что нужно северу от юга и в чем выгода такого сотрудничества? В сюжете Валерий Чижик. Михаил Волошко теперь работает в 50 раз быстрее. Завод закупил новую технику. Сейчас маркировка каждой детали. Такая важная при сборке нефтегазового оборудования занимает секунды, а не часы, как раньше. Мы клеймили детали вот такими вот клеймами. Ставишь на деталь и бьешь молоточком. А так как у наших заказчиков маркировки, как правило, длинные, там очень много символов, уходило много времени. Быстрее, качественнее и разнообразнее. Продукция тюменских заводов работает в условиях Крайнего Севера. А для ямальских заказчиков крайне важны надежность, технологичность и оперативность. Новые станки и молодые кадры помогают соответствовать этим требованиям. Сегодня у нас работает 60 заводов, производящих самое современное оборудование для нефтяной и газовой промышленности. Добывающие предприятия вегры Ямала закупают в тюменской области и трубы, и кабели, и кружные насосы, и многое другое для нужных нефтесервиса и других предприятий и газового сектора. Только по итогам прошлого года тюменские производители заключили с северными предприятиями контрактов на общую сумму более 65 миллиардов рублей. 93 тюменских компаний выпускают 190 видов импразамещающей продукции для предприятий Ямала. Это дополнительные возможности. Мы не только соседи, но и деловые партнеры. Условия, созданные на юге области, в связке с мощью Ямала, с нашим потенциалом в развитии Арктики, в расстоянии с севера, залог успеха всех трех субъектов нашего большого региона. Только вместе мы можем обеспечить тот рывок, задачу которого перед нами подставил наш президент. Есть в этом сотрудничестве и финансовый интерес. Компании, покупающие продукцию тюменских заводов, получают компенсацию от регионального правительства. Возмещение части затрат у компаний, которые ведут добычу углеводородного сырья на территории Западной Сибири, им возмещается порядка 5% затрат. Только в 2017 году, воспользовавшись этой льготой, северные предприятия закупили на юге продукции и оборудование на 2 миллиарда рублей. Валерия Чижик, Владислав Дроботов, Новости Муравленко.